Сегодня у нас с вами вторая часть видео о голоде, то хочу всех предупредить, что голодом можно как сильно помочь своему здоровью и организму, так и сильно навредить. Поэтому, если у вас есть хоть какие-то проблемы со здоровьем, не делайте этого самостоятельно. Обязательно обратитесь к врачам, ну, либо делайте голодовки минимальными по сроку, один день, два дня, больше я не советую. Да, наверное, если есть проблемы со здоровьем, в принципе, не советую голодать без консультации с врачами. А если вы абсолютно здоровы, можете попробовать. Но помните, что неправильный вход в голодание и неправильный выход могут привести вас к совершенно другим результатам. Всем привет! Сегодня на канале Всевсад вторая часть моего рассказа про голод. И в этой части я хочу поделиться немножко его итогами. По большому счету, самые серьезные итоги, которые я из этого своего опыта извлекла, это свою способность, в принципе, системно голодать, ну, два раза, это уже почти система, системно голодать на протяжении 10 дней. Ноябрь прошлого года и март этого года, когда прошли два моих 10-дневных голодания на воде, дались мне совершенно по-разному. Если в ноябре об этом я рассказываю в предыдущем видео про голод, в первой части, у меня было достаточно легко, это был мой первый раз, и я тогда просто не понимала элементарно, каково это. То в марте мне было сложно. У меня были достаточно сильные боли в суставах и в мышцах ног, когда прекратился доступ к стимуляторам и токсинам, таким как алкоголь, кофеин, никотин, сахар, соль. Ну, в общем, у каждого, наверное, этот набор свой, хотя их не так много, этих веществ. Вот, я надеялась, что это пройдет за 2-3 дня, но за 2-3 дня эти боли не прошли. И когда боль не проходила уже на 8-й день голода, началась она на 2-й день, то есть, получается, это уже достаточно длинный срок был, я для себя приняла решение, что, скорее всего, буду голодать до тех пор, не буду ограничиваться 10-ю днями, если эта боль не пройдет, буду голодать до тех пор, пока это состояние болезненное не уйдет. Боль была сильная и днем, и ночью, но, слава Богу, на 9-й день, ближе к концу, ближе к вечеру 9-го дня, все прекратилось. Я была очень рада и счастлива, что мне осталось голодать всего один день десятый. Что касается желания есть, тоже можно сравнить, если в первый раз мне практически вообще не хотелось есть на протяжении всех 10 дней, то в этот раз дома был муж, и даже несмотря на то, что он ничего не жарил и такого вот ароматного не готовил, но я очень остро чувствовала все запахи, и, скажу вам честно, больше всего я хотела докторскую колбасу, когда он один раз порезал ее себе на ужин с салатом из овощей. Но возвращаемся все-таки, наверное, к итогам. Какие мои итоги были после первого голодания? После первого голодания я сбросила 6 кг веса. Как я говорила, только два из них вернулось к началу моего следующего голода. После моего первого голодания я оказалась на выходе из голодания в первой линии, это клиника оздоровительная, превентивная медицина прежде всего, и я оказалась там. На второй день выхода из голода у меня взяли анализы, и там спустя пару дней они пришли. И анализы были потрясающие. Таких анализов у меня не было уже очень много лет, и мы никак не могли добиться, даже с помощью постоянного восполнения тех или иных веществ, того, чтобы результаты застабилизировать. Но вот после моего второго голода я еще анализы не сдавала. Как раз в мае месяце поеду, там пройдет уже два месяца после второго голода. Будем сравнивать. Еще какой результат, совершенно неожиданный для меня. Ну, то, что пропала отечность, наверное, об этом догадываются все. Но у меня утончились щиколотки, и моя мастер по педикюру сказала, что таких плотных ногтей, по педикюру и маникюру, естественно, да, что таких плотных ногтей она не видела у меня, вот сколько лет мы с ней знакомы, а это больше 15. Перестали выпытать волосы, я перестала мерзнуть, и не мерзла, я боялась этого, но я не мерзла на протяжении всего голода. В этот раз я даже ходила по снегу и все равно не мерзла. Что еще? Да, укрепили сосуды. Это заметила мой косметолог, потому что перестала кровить при уколах. Лицо перестало кровить. Еще у меня снизился достаточно сильно болевой порог. Вот уж об этом я никак не могла подумать, но это случилось. Так, дайте подумать, что же еще. А, ну понятно, что поднялся уровень энергии. Это совершенно сто процентов, и это было и мне заметно, и окружающим. Я стала гораздо более спокойная. Я стала гораздо более деятельная, наверное. Это тоже для меня очень важно, потому что, ну, такая проблема действительно существовала. Я много прокрастинировала и мало делала. Вот, то есть тут появилась действительно такая энергичность и деятельность. Наверное, если ничего не придумывать, это все результаты. Ну, плюс поменялись вкусовые привычки. Я не знаю, знаете вы что-нибудь или нет про голод. Во время голода за 10 дней стираются, в общем-то, по большей части все вкусовые привычки. И у нас есть редкий шанс выстроить их заново. Я могу сказать, что я стала гораздо более равнодушна к соли, которая раньше для меня была очень важна. Я никогда не могла есть помидоры или гусцы, простые, да, то есть свежие, не соленые. Вот. Я не могла есть не соленую пищу. Здесь я стала достаточно спокойно к этому относиться. И еще один важный результат в моем рационе, хотя их раньше было тоже очень много, но появилось еще больше овощей. То есть любой перекус и все остальное, если раньше это могла быть шоколадка или булочка, большинство из них сменилось на какой-то фрукт или на какой-то салат, предположим, да, быстро настроганный из того, что есть под рукой. Степень важности вот самого приема пищи, она понизилась. И для меня это тоже важно, потому что я замечала за собой такую проблему вечерами, за вкусным ужином, с мужем вдвоем, бокальчик винца, а утром чувствуешь себя разбитой. И за счет того, что вот важность этого самого приема пищи, ужина, его антуража, этой очень вкусной еды как-то упала, то и алкоголя в жизни стало меньше, что меня действительно очень радует. Но, конечно же, это не окончательный результат, над этим надо еще работать и работать. Но это тема уже другой истории, не про голодание. Следующее видео будет посвящено выходу из голода, то есть самому процессу, как это сделать так, чтобы не навредить своему организму.